Реально крутые влоги и также летсплей по игре Polybridge. Всё это ты сможешь найти тут, на канале Михаила. Ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию нашего шестого сезона с модом Pixelmon, где сегодня мы попробуем словить легендарного покемона. Также построим новое убежище и попробуем дальше прокачивать наших покемонов, потому что уровень очень важен. Но перед этим давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждёт в этой серии. Ну что, ребята, сейчас мы будем продолжать. Но я бы очень сильно хотел вас попросить. Поставьте, пожалуйста, лайк. Ведь если мы наберём 1200 лайков на вот этой серии Pixelmon, то сразу же на следующий день выйдет новая серия. Только вы, вы ещё раз вы решаете, когда выйдет новая серия. Не я, а только вы. Как только наберём 1200 лайков, на следующий же день выйдет новая серия. Также не забываем подписываться. Вот тут есть небольшая кнопочка, на которую вы можете нажать, если вы ещё не подписаны на мой канал. Это секунда вашего времени. Но за эту секунду вы действительно можете многое для меня сделать, потому что каждый подписчик для меня как друг. И я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Да, ребята. Также не забываем оставлять свои комментарии. Ведь я читаю ваши сообщения и также на них отвечаю. Поэтому, если ты хочешь со мной пообщаться, просто оставь свой комментарий под этим видео. А сейчас, ребята, мы будем полноценно погружаться в сам Pixelmon. А точнее, что мы будем делать? Кто помнит, несколько серий назад я нашёл прям какое отличное местечко в джунглях, чтобы построить наш второй дом. Чтобы там у нас было чуть-чуть меньше лагов, чем сейчас. Ребята, многие меня спрашивают, Эдисон, как убрать лаги в Pixelmon? Эдисон, у меня лагает Minecraft, что мне делать? Ребята, я бы с большим удовольствием вам помог, но я не знаю. Это сам мод такой. Это не ваш Minecraft, это не ваш компьютер. А именно в моде Pixelmon, в принципе, это сам мод такой, то, что вносит много лагов. Это не зависит от вашего компьютера, от вашего железа или многого чего другого. У меня, может, не компьютер, но у меня очень мало FPS. Это зависит только от мода. То есть, я не знаю, может... Но это всё-таки, наверное, из-за покемона, потому что мод-то не маленький, это не дополнительный мод. А вот эти все текстурки, которые бегают по миру и вокруг вас на карте находятся по 150 покемонов в один и тот же момент, всё-таки действительно нагрузка идёт большая. Большая нагрузка идёт на сильные компьютеры. Я представляю, какая нагрузка идёт на слабенькие компьютеры. То есть, я не знаю, ребята. Это мод такой, я ничего не могу с этим сделать, к сожалению. Не я создатель мода, поэтому у меня не спрашивайте. Ну что, ребята, в принципе, мы сейчас будем, наверное, отправляться туда, куда мы нашли... Точнее, где мы нашли то местечко, а находится... Ух ты, если бы я помнил... Хаус... Вот. Новый дом на воде. Вот тут мы будем строить. Как же тут будет офигенно он смотреться. Я прям уже в предвкушении этого шедевра. Если у меня, конечно, вообще получится построить этот шедевр, потому что давненько я уже не строил. Да, ребята, соглашусь с вами, давненько я уже не строил. И я боюсь то, что я... То, что я мог даже забыть, как это делается. Не хотелось бы. Конечно, не хотелось бы. Манки, здрасте. Но всё же такое возможно. Я это не исключаю. Ребята, не забываем, не забываем. Самое главное то, что если мы тут будем жить в джунглях, то параллельно этому в любой момент может заспавниться Мью. Чем больше мы будем находиться в джунглях, тем больше шанс то, что появится Мью. Да, ребята. Поэтому будьте внимательны. А то никто не знает, в какой серии она может появиться. Может даже... Ух, не то нажал. Может даже в скором времени. Если, конечно, очень повезёт. Если, конечно... Твоё... Блать... Нет. Нет. Нити нам нужны. Потому что, кто не помнит, с помощью нитки мы можем делать рыбацкие сети. Да, ребята. А потом эти рыбацкие сети ставить на воду и ловить кучу-кучу-кучу рыбочки. Да, ребята. Кучу рыбки. Рыбки-рыбки. Так, сейчас, давайте я вот это сначала выложу. 24. Афиги. И вот это выложу. Да, всё, вроде всё. А что нам нужно, ребята? Во-первых... Так, сейчас, сейчас, сейчас. Во-первых, давайте ещё сделаем немного рыбацких сетей. И пойдём поставим их в нужное нам место. У нас ещё две штучки. Нормально. Ещё две штучки получится. Ребята, я только сейчас заметил то, что у нас 24 конфетки. Это круто. Нифига себе. Так, сколько мы ещё сможем прокачать уровней нашему покемону? О, нифига себе, тут уже сколько. Почему это круто? Ну, потому что я не заметил, как мы вообще выиграли у Миссии. Ух, я сейчас буду умирать. Как мы выиграли у Миссии. А кто не помнит, за победу нам там дали мастер-болл. Плюс к тому, что у нас мастер-болл есть халявный, да? То есть мы его даже не покупали. Ну, в смысле халявный. Мы же победили Миссии, за это нам его и дали. Но всё же, офигеть, офигеть. Сколько у нас вообще сейчас, сколько у нас вообще сейчас предметов есть. И мастер-боллы, и также халяв... Это что? Нет, это не вещь. Также халявные монеточки, которые нам ещё позволят купить ещё два мастер-бола. Это офигеть просто. Это офигеть. Что мы там, что мы получили? Да, неймтаг, да, посудину. Ну, лучше бы нам это вообще не дропалось. Я не знаю, кто вообще может выловить, когда чувак, прикиньте, какой-то мужик отпросился от жены. Мол, жена, я пошёл на выходные, меня не беспокоит. Я иду на рыбалку с мужиками. Закупились водкой. Удачки, не знаю. Берём, не берём. На всякий случай возьмём. И пошли. И прикиньте, мужики сидят, ловят рыбу. Пум! Тарелку выловили. Пум! Какой-то ошейник мертвой собаки выловили. Мужики охренели. Мы за рыбой пришли. А тут какие-то сокровища древнего мира выловили. Это было бы реально смешно вот это увидеть. Мужики бы такие сидели. И да, мы походу, походу слишком много взяли, да? Да. Я не знаю, что вообще, кто что думал, когда создавал этот мод. Но ладно. Пускай это будет так. Ладно, что нам нужно? Яичко выкинем. Это выкинем. Нужно выложить вот эти все. Вот, вот. Это нам, это ещё пригодится, ребят. Это ещё всё пригодится. Это сюда выложим. Потому что это... Сейчас. Точно. Я только сейчас... Ребята, вы заразы. Вы такие заразы. Вы мне не напомнили. Как вы могли? Как вы могли мне не напомнить то, что я в предыдущей серии добыл себе немного... Добыл себе немного княженций. А кня... Книженции нам нужны для того, чтобы сделать княженции полки. Книжние полки. Конечно, я не знаю. Семь книжных полок. Там вроде... Если я хорошенько считал, то нам нужно 10 книжных полок, чтобы вот это всё заполнить. 1, 2, 3. Ла-ла-ла. 1, 2. Тут ещё 5 нужно. Нет, всё-таки больше нужно. 12 или сколько там. Но всё же. Но всё же. Пускай пока что будет так. А зачем я взял вот это? Хотя, в принципе, пускай будет. Мы же сейчас пойдём домик строить. Мы же сейчас пойдём домик, ребята, строить. Это значит, нам нужно. Так, секунду. Ну как домик? Только основу домика, да? Что нам нужно? Вроде больше ничего. Пойдёмте поспим. Поспим, чтобы рано утром. Начало трудового дня. Как меня уже тошнит от этого утра просыпаться в 7 часов. Ахренеть. Засыпать в пол. Первого часа просыпаться в 7 часов утра. Человек, конечно же, за 6 часов может выспаться. А ещё бывают такие дни, когда у тебя бессонница. И ты просто лежишь и до 2 часов ночи просто тупишь. Вот, ребята, у меня одного вот такая хрень. Вот поделитесь секретом. У меня у одного есть такая хрень. Когда ты ложишься спать. И бывают такие дни, когда ты вообще не можешь заснуть. Ты просто лежишь и думаешь обо всём. В принципе, о всём, о чём попало. Вот просто ты думаешь всё. Вот я помню прошлой ночью или 2 ночи назад мне пришла в голову. То есть ночью приходят такие идеи, которые ты думаешь, это гениально. Это фантастические идеи. А потом на следующее утро, уже днём ты думаешь, как эта хрень могла мне... Как эта хрень могла мне в голову прийти. Это же такой бред. То есть 2 дня назад ночью мне пришла идея то, что... Мол, такой челлендж подписчикам устроить. То, что если к Новому году мы наберём 100 тысяч подписчиков, то я голым пробегусь по своему городу и запишу это на камеру. Ночью мне казалось, что это гениальная идея. Но потом, когда пришёл день, я такой сидел и думал... Ам... Да. Как это вообще мне в голову могло прийти, я не представляю. И вот такие тупые мысли каждую ночь. Ну, в смысле, не каждую, а иногда бывает. Вот ребята у вас спрашивают. Бывает то, что вы лежите и думаете обо всём, о чём попало. Мол, там кролик с петардой в заднице летит в космос. Там хочет стать, не знаю, космонавтом. Имеет там двух детей, трёх сыновей, пять коров у себя там в будке. Всякую хрень подряд в голову лезет. То, что человек даже потом думает... Как это вообще возможно? Ты вспоминаешь, что с тобой происходило 10 лет назад. Что с тобой происходило 15 лет назад. Что бы ты изменил в своей жизни. Что бы ты хотел. Что бы ты ещё хотел. И это главное ночью. Перед тем, как нужно идти спать. Не до этого. Ни днём, ни утром. Ребята, у меня в одного такое бывает. Напишите в комментарии ваши вот самые дурацкие. То ли сны, то ли вот эти... Пред, пред, пред... Я не знаю, как это назвать, честно. Кошмары вне сна. Потому что это иногда так бесит, когда тебе в голову всякая хрень везет. Ты думаешь обо всём, о чём попало, но не о том, что нужно идти уже спать наконец-то. Тебе вставать через 7 часов на работу, на учёбу. Уже через 6 часов, уже через 5 часов. А ты дальше продолжаешь думать. Ребята, вот напишите. Вот давайте устроим. Давайте, ребята, знаете, что устроим? В этой серии такое небольшое... Нет, это шай... Нет. Мне почему-то на секунду показалось. В этой серии мы устроим такой небольшой конкурс. В чём он будет заключаться? Напишите в комментарии ваш самый, самый, самый глупый сон, который у вас только был за всю вашу жизнь. И, что самое главное, мне, какой из ваших комментариев, какой ваш самый дурацкий сон покажется самым глупым, то я этот комментарий вырежу и покажу в начале следующего видео в рубрике Pixelmon. То есть, какой самый прям дебильный сон будет у какого-то человека, который напишет в комментарии, если он самым больше мне понравится, я вырежу это сообщение, этот комментарий и покажу его в видео в следующей серии Pixelmon. То есть, я скажу то, что этот чувак победил. Да, у него самый, самый идиотский сон со всех других. Поэтому, ребята, сразу пишите, вспоминайте и вообще думайте. Вспоминайте, что с вами происходило, какие самые дурацкие сны у вас когда-либо были. Или сны, или мысли перед сном. Да, это, в принципе, одно и то же. Иногда мысли перед сном бывают ещё дебильнее, чем сами сны. Да, так, давайте мы сюда сначала отправимся. Вот тут. Тут у нас будет... Дайте я сначала поставлю вот сюда хотя бы вот так немного песка, чтобы мы не плавали в воде, а вот так стояли. Ху. Ну что, ребята? Где мы будем начинать строить свой дом? Ну как дом? Точнее, где мы будем вообще его основу, его углы делать, его вот это всё? Мне бы, если честно, самому хотелось бы знать. Давайте где-то вот тут. Ребята, вы не думайте то, что Эй, вот Эдисон, что ты сейчас делаешь, дом строишь, пиксельмонию, фу, перематывай. Ребят, вас никто не заставляет смотреть. Иногда нужно разнообразие. Каждую серию по 30 минут качать покемонов. Это охренеть, как много разнообразия. Действительно, ребята, иногда просто нужно отвлечься. Я думаю, с этим многие согласятся, потому что, ну, иногда нужно чем-то другим заняться, не только ловить и ловить и ловить покемонов. Я думаю, действительно, многие со мной согласятся. По крайней мере, я думаю, что это правильное решение. Ну, то есть параллельно, ребята, в первую очередь у нас тут может заспамиться Доротини, потому что Доротини спамится не только в море, в океане, да, она также может спамиться вот в таких водоёмах. Я помню, наша первая Доротини вроде заспамилась вообще в джунглях в воде. Поэтому, кто его знает? Кто его... Ой, твою нафиг. Кто его знает, когда она заспамится? Никто. Это одно. А что самое главное, в любой... Вот сейчас возьмите любой момент, в любую секунду тут может... Айпом. А у нас есть айпом. Вроде... Сейчас проверим. В любую секунду, вот сейчас, или сейчас, или сейчас может заспамиться Мью. Да, ребята, в любую секунду. Никто не знает, когда спамится легенда. Поэтому ждём, а вдруг... А вдруг мы сейчас будем тут находиться, строить дом, и вдруг Мью заспамится. Это будет реально прям... Реально прям... А, у нас нету, у нас нету айпома. Это будет реально круто, потому что никто этого не будет ожидать. Мне кажется... Мне кажется, левел булл не так-то... Не так-то есть смысл кидать. В принципе, потому что айпом 28-й уровень, а наш хуйдум 48-й уровень. Поэтому, ну, я не вижу большого смысла, чтобы кидать левел булл. А там был ещё один айпом. Если он был меньше уровнем, то можно попробовать его остановить. Моё бать. У нас кончились квикболы. Я вот это забыл, ребята. Я вот это забыл, то, что у нас кончились квикболы. Это хреново. Это очень... Да кто там топчет нахрен столько? Кто там топчет? Пол помыли, и они топчут. Офигеть. Нам нужно будет сделать ещё кучу квикболов. Помните, как мы это делали в предыдущий раз? То, что мы сразу сделали там полтора стака или даже больше. Потому что квикболы реально полезные. И да, то есть с ними намного проще ловить всяких покемонов. Поэтому мы потом их сделаем. Как бы это ни странно... Ой, не тем ударил, но всё же. Мы завалили водного покемона огненным. То есть сойдёт. Хуй-дум... Хуй-дум тащит прям на все 100%. А че-то-то? Че-то... Че-то-то? Че-то-то словить нужно. У него, к сожалению, нету эволюции. Это такая прям... Попугайчик такой... Ааааааааааа... Точно! Я помню то, что он реально большая такая здоровая паскудина. Потому что он очень хреново ловится. Как я вспомнил. В предыдущем сезоне я его очень сложно словил. Я за ним возвращался около двух или трёх раз. То есть я его вот так начинал ловить. Потом, когда потратил 10 болов... Че-то-тушка. Извини, но иди ты нафиг Ты не такой какой-то грандиозный покемон Чтобы на тебя тратить столько бог Плюс к тому у тебя даже эволюции нет Это вообще бесполезно в какой-то степени Но Все же я его словил Только для коллекции И сейчас, короче, иди ты нафиг А? Потом мы за ним еще, может, вернемся Когда у нас крикболы будут И еще что-то другое Ну что, Мью, ну что Вот это яблочко Яблочко Сейчас поднимем Яблочко Так, давайте будем начинать думать Я пока что не знаю, какой у нас вообще дом будет Я, вот честное слово Сейчас вам, ребята, говорю Я этот дом буду сейчас Кто со мной там плавает или мне кажется нафиг Прям паранойя какая-то Я этот дом буду Придумывать сходу Я его нигде не видел Я его нигде не записывал Я не знаю, что я буду строить Я не знаю, как я буду строить Я не знаю, какие блоки я буду использовать Сейчас я увидел Вот эти блоки дерева Да, можно сказать, древесину И все То есть я его Я взял и я сразу потопал строй Я даже не знал, что я буду строить То, что я буду начинать с этого строить Сначала нам нужно сделать обычный каркас Да, то есть чтобы мы знали Откуда у нас будет платформа начинаться Где у нас будет дом и все остальное А потом А потом мы, ребята, уже будем думать Что у нас будет Какой у нас дом будет И будет ли он какой-то вообще Фиг его знает, ребят Честное слово, я не представляю, что это вообще будет Я не представляю, что это будет Ребята, подсказывайте Вот реально мне нужна ваша помощь Потому что я не представляю, какой у нас вообще дом будет Как мы его будем строить И как он вообще будет выглядеть Вот тут допустим Тут допустим Может Может на один блок урезать И сделать ступеньки Вот как-то они будут смотреть Фиг его знать, ща посмотрим Знаете, ребята, как мы это будем называть? Как мы будем называть этот домик? Этот домик у нас будет ловушкой для мюк Нихрена А-а-а-а Ачивку мне дали Я ее ждал 200 Какая в жопу ачивка Какая в жопу ачивка Я создал верстак У меня то ли каким-то Нереальным образом Все ачивки скинулись или что Я просто не представляю Ладно Этим мы будем называть Точнее, этот дом у нас будет называться Ловушкой для мюк Почему ловушкой? Потому что мы тут будем жить Мы будем заманивать сюда мюк То есть Мы будем тут жить Только для того, чтобы выманить мюк Потому что она может заспавиться в любой момент Никто не знает когда, где и какая именно Вдруг Шани заспавится И мы будем тут жить только для этого, ребята Ну и в принципе даже Во второй степени для того, чтобы Чтобы у нас просто не лагало Да Или это, знаете, будет такой Такой домишко Для отдыха Можно и так сказать То есть Такой Небольшой домик Где мы будем отдыхать Потому что Иногда, согласитесь Обычный дом, который у нас в обычном Ну в смысле с первой серии Уже немного поднадоел Их иногда хочется разнообразия Иногда хочется пойти в какой-то другой дом Что-то, что-то другое посмотреть И в принципе, мне кажется Это действительно очень круто Нам нужно Ух, я не туда пошел Давайте сюда пойдем Да зачем я сюда Ну хотя, в принципе, давайте поспим Нам нужно Ель добыть Да Нам нужно ель добыть Потому что я хочу Не только делать Весь дом с одного блока Это в принципе Ну, глупо Весь дом делать с одного блока Я хочу сделать много блоков То есть, чтобы они разные были В джунгли вот сюда Мью, пожалуйста Вылезай Мью Ты меня услышала Мью Мью Пожалуйста Где у нас тут выход? Вот у нас Вот у нас там есть там У нас там есть там Выход в другой биом И как раз тот биом для нас сейчас и важен Ребята Давайте Вот Вот знаете что? Мне интересно, кто с вас угадает Но это давайте О, у меня есть еще одна идея У меня есть еще одна идея Для вот такого небольшого конкурса Как у нас Как у нас в этой серии В этой серии вы пишите Какие самые дурацкие сны вам снились Кто победит В следующей серии Комментарии того человека В следующей серии попадет В видео А В следующей серии у меня есть Еще одна новая Да Еще одна новая идея Еще один новый конкурс Главное его не забыть Я себе сейчас где-то запишу Чтобы не забыть И И так же человек Который напишет правильно Тот потом попадет В одну из серий Да Главное Ребята Не забыть Потом Потом я вам озвучу Но в этой В этой пишите О снах Да Мне реально интересно Твою мать Не дашь мне даже фразу закончить Ой Мне реально интересно Потому что Это круто То есть Поделитесь со мной Своим Бредом Можно сказать И иногда Бред веселее Чем какая-то Либо там Правда Да Или еще что-то Потому что Ой Это там еще джунгель Да Потому что Иногда Человеку может Такое присниться Что Не то что Даже стыдно Кому-то рассказывать Или вообще Стыдно даже Сообразить Как это могло Как это могло Вообще присниться Вот я не помню Когда Но очень давно Мне приснилось То что я летал С драго Я летал на драконе Из Скайрима По городу И такой Знаете Как ни в чем не бывало Там к своим друзьям Такой Подлетел Такой слез Как будто Знаете Припарковал машину Слез такой Здрасте Там Привет Привет Как у тебя дела А нормально А что это у тебя Дракон Да Прикупил Там Прикупил У бабушки Там семечки Покупал В лавке Дракончика Заодно Скайрима Там Прикупил Сел Взлетел И дальше Полетел Я потом Когда проснулся Я такой Думал Охренеть Как это вообще Могло Человек Как это вообще Возможно Человеку В голову Такая охрень Когда-то Придет Это охренеть Просто Это охренеть Просто Честное слово Ребята Вот Мне будет интересно Почитать ваши истории Потому что У вас может быть Еще Еще намного Бредовее Я не знаю Может Вас там Пришельцы Выкроили Какие-то там Не знаю Понятно Потом пытки На вас Ставили Да Фиг его знает Ребята Честно Что Что вообще Наш мозг Думает Когда я Перед тем Как заснуть Да Уснуть Фиг его знает Ладно Что я хотел Что я хотел Что Нет Не Вот Спрус 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 Нам нужен Очень Сильно Спрус Всегда Полезный Это Сюда Это Сюда Ребята Это Это Отвлекающий Маневр Это Отвлекающий Маневр Потому что Это уже Я Вот честно Вот сейчас Хотел сказать Сейчас Признаюсь Хотел вам Сказать Это уже Больше Чем Половина Сезона Но я Не в курсе То есть Я почему-то Так хотел Сказать Но я Не знаю Сколько Этот сезон Будет Длиться В первую Очередь Это Зависит От вас Если мы Лайки Будем Набирать И если Серии Будут Выходить Каждый День То В принципе Так Сезон Может Закончиться И за Месяц За два То есть Чем Чем Больше Серий Тем Быстрее Он Закончится Если Вы Хотите Больше Серий То Вы Знаете Что Делать Ну Нахрена Я Планки Ставлю Вашу Мать Охренеть Просто Нет Что Я Хотел Сказать Ребята Я Не знаю Когда Этот Сезон Закончится Почему Я Не знаю Потому Что В первую Очередь Какая У нас Была Изначально Цель Словить Там 150 Покемонов Словить Там 15 Шайни Покемонов И Словить Там 5 Легенд Легенд У нас Уже 5 Есть Шайни Покемоны В принципе Тоже Уже Близится К Большой Пометке Потому Что У нас Уже Много Шайни Покемонов Я Согласен Но Сейчас Когда У нас Появились Гиммы Раньше Я Не знал То Что Они Могут Заспавиться Сейчас Когда Они Появились Я Не знаю Ребята Когда Мы Закончим Сезон Потому Что Никто Не знает Сколько Этих Гимов Никто Не знает Когда Они Закончатся Лидеров Кто Не Помнит Мы Победили В Ледяном Гиме И Мы Победили В Водном Гиме А Еще Очень Много Гимов И Что Мне Самое Интересно Будут Ли Еще Какие Гим В смысле Как Только Мы Закончим Прохождение Всех Гимов Будет Лига Покемонов А Никто Этого Не знает А Было Было Реально Круто Если Было Она Была Это Но Фиг Его Знает Увидим Ребят Увидим Я Еще Что Хотел Сказать Но Я Собел Честное Слово Вот Тут Можно Я Не Знаю Продлить О Нет Где Бы Нам Где Бы Нам Сделать Спальню Где Мы Будем Спать Вот Я Думаю Вот Тут Вот Вот Сейчас 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 Ребята О Что Я Придумал Сиська Зачесалась Твою мать Что Я Придумал Вот Тут Смотрите Сейчас Где У нас Где У нас Охренеть А А Зачем Я Головой Кручу Да То есть Угол Повернись Ой Повернись Охренеть Зачем Я Головой Кручу Вот Смотрите Вот Тут Вот Тут Ребята Вот Тут Я Неправильно Немного Поставил Ну И Опять Головой Кручу Кручу Вот Может Вот Тут Все Так Нужно Было Поставить Вот Тут Нужно Было Поставить То есть У меня Возникла Крутая Идея Где Нам Что Построить Вот Смотрите Тут У нас Сейчас Это Все Будет Идти Вперед То есть Сейчас 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 Секунду Дайте Я вот Это Дорублю И Объясню Потом Мало Мало Людей Поймет Что У нас Будет Идти Вперед Вот Тут У нас Будет Идти Вот Вот Так Прямиком Я Правильно Построил Вроде Да И Потом У нас Тут Будет Выдвигаться Небольшая Комнатка Как Она Будет Выдвигаться Она Будет Выдвигаться Отсюда Вот Сейчас Отсюда Тут Может Коридорчик Какой Будет И Тут Будет Еще Комната Начинаться И Какой У нас Вид С окна Будет Вид С окна У нас Тут Будет На Само Озеро Тут у нас, я не знаю, что будет А вот тут, а вот тут Вот тут мы сделаем Внутрь, внутрь этой горы Такую большую пещеру Большую пещеру С крутым освещением То есть какую-то, знаете, заброшенную пещеру И там, где внутри тоже будет Какое-то большое озеро Это будет круто выглядеть Как будто, знаете, у нас комната, где мы будем спать Будет находиться в какой-то заброшенной пещере Мне кажется, это реально будет круто выглядеть Ну, нужно, нужно только Понять, как это Где я и что я хочу вообще делать Вот тут, по идее Тут, по идее, у нас должно быть продолжение вот этого Твою Твою барабашку Вот так Тут у нас, по сути, должно быть Да почему я башкой? Это привычка, ребята, это уже привычка с детства Я не знаю Когда вы, например, играете в какие-то гонки На приставке То вы же заодно с контроллером Не только управляете, мол, повернуете вот это все Вы заодно с контроллером еще и руки поворачиваете Вот туда, вот сюда Давай, давай, давай Давай, машина, заворачивай Заворачивай, заворачивай И что самое главное Все думают Чем, чем сильнее ты жмешь на кнопку Тем машина быстрее будет ехать Это так, да Кто думает, что это не так Он просто никогда не играл в гонки Потому что это действительно помогает Чем больше силы Чем больше силы ты расходуешь на то, чтобы нажать на кнопочку Тем быстрее машина будет ехать И чем больше ты даешь радиус То есть Радиус такой Знаете Угол наклона Чем больше вы даете угол наклона вашему контроллеру Чем быстрее машина будет заворачивать Это так, ребята Кто думает, что это не так Он просто никогда толком не играл в гонки Или просто Нуб в гонках И не знает, как это все работает Ребята, лайк, кто хоть раз так делал Потому что это реально смешно Когда так И вот, например, в шутера, да Когда кто-то тебя там атакует То ты не заворачиваешь за угол Чтобы посмотреть, кто там, да Ну, в смысле, контроллером Или там мышка Я не знаю, кто где играет А ты... Я там построил Да твою мать А заворачиваешь головой Мол А кто там за углом? Кто там прячется за углом? Мью Ой Пожалуйста В этой серии она уже вряд ли вылезет Да твои... Я пьяный, походу Я вот сколько я раз уже упал Ребята, это отвлекающие маневры Это ловушка для Мью Только честь Если кто-то скажет мне, что это ловушка Яички отрублет Ну, в смысле Вы не то, что подумали Ребят, вы думаете Я какой-то там Не знаю Маньячина, чтобы яички отрубать В смысле яички Яички, яички Покемон такой есть Яички То есть Яички А в яичек есть яички? Вот мне интересно Ну, в смысле Они же живые То есть Там пять или шесть яичек в одной компании Есть ли яички в яичке? Или это девушки? Они его знают Ладно, вот видите То есть мне уже сейчас спать нужно А ко мне уже бредовые мысли Езжут Охренеть просто Ладно, ребята На этом мы уже будем заканчивать Эту серию Мы уже будем заканчивать Эту серию Потому что Она уже длится В принципе полчаса Я надеюсь То, что она вам Хотя бы немного понравилась Вот как раз Наши яички там Поэтому, ребята Я буду очень сильно рад Если вы поставите лайк Еще раз повторюсь Как только мы наберем 1200 лайков На вот эту серию В первую очередь Я буду вам очень благодарен Потому что каждый ваш лайк Для меня очень важен Ценен И вообще И вообще Но Вы тем самым Ускорите процесс Выхода новой серии Потому что На следующий день После того Как мы наберем 1200 лайков Я вам даю слово То, что выйдет Новая серия Да, ребята Да Да, да, да Также не забываем Подписываться на мой канал Вот тут есть ссылочка Точнее Кнопочка Если вы еще конечно Не закрыли Что она говорит Подписаться на канал Это секунда Чтобы нажать на эту кнопочку Если ты не подписан Но ты смотришь это видео Не поленись Я действительно Буду очень сильно рад Если ты вступишь В нашу большую дружную семью Я отношусь К своим подписчикам Как к друзьям Как Не знаю Как братанам даже Потому что я общаюсь С вами целую серию Ребята Я также буду рад Если вы хотя бы Подпишетесь Честное слово Подпишетесь Можете писать Любой комментарий Под видео Есть какой-то вопрос Задавать Я с удовольствием Его 100% Прочитаю И также на него отвечу Да ребята Еще раз скажу Всем спасибо за просмотр И не забываем участвовать В нашем опросе Кто победит Чей сон Мне покажется Самым бредовым Того комментария Я вставлю В следующей серии Пиксельмона Да ребята Еще раз Всем спасибо за просмотр Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok